В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Эпидемия на спад. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Испытателям отечественного ядерного оружия в Сарове открыли новый памятник. Вернулись к тренировкам. Бадминтонисты возобновили занятия. Далее расскажем обо всем подробно. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса, отметил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. На прошлой неделе вирус обнаружили в Китае в партии куриных крылышек, везенных из Бразилии. Однако ни у тех, кто их ел, ни у их родственников не нашли COVID-19. Также в восточной китайской провинции Аньхой коронавирус обнаружили в партии креветок из Эквадора. Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Киркховы отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на 10 упаковках. Также Ван Киркховы добавила, что вирус не переживает термическую обработку продуктов. По последним данным ВОЗ, число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире приближается к 22 миллионам. Жертвами пандемии стали свыше 770 тысяч человек. В России COVID-19 заразились более 932 тысяч граждан. За последние сутки выявили 4828 новых больных. Число погибших превысило 15 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прояснил вопрос о возврате к режиму самоизоляции. В инстаграм главе региона обратилась Нижегородка с просьбой прокомментировать информацию о том, что с 20 сентября до конца года будет снова введен карантин. И всех детей, а может и не только, отправят по домам. Да кто гонит такие слухи? Это фейк. Уже говорил и скажу еще раз. Конечно, если случится форс-мажор и эпидемиологическая обстановка ухудшится, мы будем реагировать. Но пока об этом говорить рано. Надеюсь, у нас все будет хорошо. 1 сентября идем в школу в обычном режиме, ответил губернатор. Также Глеба Никитина спросили, когда в регионе откроются кинотеатры. По его словам, предварительно это произойдет на третьем этапе. Решение власти принимают исключительно, исходя из рекомендаций санитарных врачей. Пока открывать кинотеатры рано, считает чиновник. По состоянию на 19 августа в Нижегородской области зафиксировано свыше 26 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 138 новых больных. Более 23 тысяч нижегородцев выздоровели, 438 умерли. В Сарове улучшается ситуация с коронавирусом. Главный санитарный врач по городу Ирина Игнатьева заявила, что по показателям мы прочно вышли на второй этап снятия ограничений. Количество сделанных анализов на новую инфекцию растет, а больных выявляют все меньше и меньше. При этом заболевшие переносят заболевание в более легкой форме. И если вторая волна коронавируса придет, к ней успеют подготовиться. Для того, чтобы на этом фоне у нас не нагрузить очень сильно людей микс инфекции, когда возможно заражение сразу разными штаммами, а мы знаем по данным нашей организации здравоохранения, всемирной организации здравоохранения, все страны об этом говорят, что в этом году у нас ожидают новые штаммы вируса гриппа уже, для того, чтобы не наложилось вот это несколько инфекций. В этом году уже к первому сентября мы ожидаем поставку вакцин в городе от гриппа. И уже за сентябрь, пока не началась, дай бог не начнется, но все-таки в подготовке к осеннему подъему, пока не началась вот эта волна новой заболеваемости, за сентябрь мы хотим массово проиммунизировать от гриппа с новой вакциной, с новыми штаммами тех людей, кто в соответствии с национальным календарем прививок относится к категориям, к тем группам, которые подлежат именно вакцинации от гриппа. Им сделают прививку бесплатно в поликлинике. Как считает Ирина Игнатьева, сентябрь лучшее время, чтобы сделать прививку, поскольку в это время иммунитет более крепок. На улице тепло и еще не начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. По состоянию на 19 августа зафиксировано 1061 случай заражения коронавирусом. За последние сутки выявили еще 5 новых больных. Из 25 госпитализированных в КБ номер 51 находятся в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести. В год 75-летия атомной промышленности в Сарове открыли мемориальный комплекс испытателям отечественного ядерного оружия. Памятник представляет собой орегорический меч, вотнутый в землю. Наверху стелы расположили образ энергии, разрывающий камень. Это символ расщепления материи и сияющего небесного света. Подробности смотрите в следующем репортаже. Память о героизме и дань уважения тем, кто вносит огромный вклад в обеспечение могущества и суверенитета нашего государства. Открытие памятника испытателям отечественного ядерного оружия имеет огромное значение не только для Сарова, но и для всей страны. Так как именно люди этой важной и опасной профессии стоят у истоков создания ядерного щита Родины. На торжественном митинге слова благодарности всем испытателям высказали представители высшего руководства страны и госкорпорации Росатом. Именно испытатель дает дорогу жизнь тому или иному изделию. Поэтому это важная, опасная и нужная профессия. И то, что мы отдаем сегодня. Дань уважения к этой профессии говорит о многом. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вам за неравнодушное отношение к жизни города, к его развитию. И хочу подчеркнуть, что для меня, для моих товарищей, для госкорпорации вне Саров всегда был и будет тем священным местом, той ядерной меркой, в которой куется ядерное оружие. Спасибо вам большое за ваш труд. Создание мемориального комплекса стало поистине всенародным проектом. В его реализации приняли участие многие предприятия, а также частные лица. Слова благодарности я хочу высказать руководству государственной корпорации Росатом, ядерно-оружейному комплексу. Слова благодарности тем нашим коллегам, которые из личных средств вложили деньги сюда, в этот памятник. Предприятиям ядерно-оружейного комплекса, ИА, Марсу, Маяку и другим нашим предприятиям. Большое спасибо нашим коллегам из Станкт-Петербурга и строителям, которые в сжатые сроки реализовали вот этот великолепный сквер и памятник, который, безусловно, является украшением проспекта Музруково. Выполняя свою основную миссию – обеспечение обороноспособности России, ВНИЕФ, как градообразующее предприятие, всегда уделяя серьезное внимание развитию Сарова. Главной благодарностью испытателям, конечно, должна стать не открытая сегодня Стелла, не мемориал, а наши конкретные действия по улучшению города, по повышению комфортности Сарова. И мне очень приятно сегодня сознавать, что у Росатома достаточно большие планы по совместной работе в этом направлении. Вместе с новой командой депутатов, с командой ВНИЕФ, командой профессионалов. Мы сейчас делаем все, чтобы город обновлялся, уже видно, как он изменяется, изменяется к лучшему, об этом говорят люди, но много проблем остается. Поэтому призываю всех нас вместе с обновленной властью реализовать программу развития города, сделать его действительно комфортным и притягательным для жизни. Архитектурно-художественная идея памятника принадлежит скульпторам из Санкт-Петербурга. Восьмиметровая стела из гранита – это меч, воткнутый в землю, символизирует собой мир. В рукояти меча художники поместили образ энергии, который разрывает камень. Это одновременно расщепление материи и сияющий небесный свет. На шести барельефах изображены фигуры представителей основных профессий – ученого, конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, экспериментатора, без которых проведение испытаний невозможно. Мемориальный комплекс – это не просто место памяти, это воплощение героизма и высокой значимости профессии испытателя. Для жителей города памятник имеет особое значение. В каждой семье есть практически сотрудник института, либо завода. Во многих семьях испытатели работают и выезжают на полигоны и на площадки. Я думаю, что этот памятник для многих жителей города имеет личное значение. Большинство жителей, большинство работников, особенно в НЕФ и не только, принимали участие в создании этого проекта. И, конечно, в первую очередь, испытатели, конечно, они очень довольны тем символом, что все-таки в городе Сарове такой памятник появился. Символично, что памятник испытателям установили именно в Сарове, где был разработан первый отечественный атомный заряд РДС-1. Это позволило установить ядерный паритет и на десятилетия вперед обеспечить мир на земле. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сотрудников отрасли поздравит генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Осенью компьютерная техника в России заметно подорожает. Как пишут известия, со ссылкой на представителей крупнейших дистрибьюторов цены вырастут на 10, а в некоторых случаях и 20%. Причиной такого подорожания станут увеличившиеся в период карантина спрос и снижение курса рубля. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК. Следующие партии, которые поступят в магазины в сентябре, будут продавать уже по новым ценам. Как считают эксперты, подорожает вся электроника, даже та, что производится в России. В Федеральной налоговой службе рассказали о том, как получить налоговый вычет на лекарства. Для этого по окончании года необходимо подать декларацию 3НДФЛ и подтверждающие документы, рецепт или выписку из медкарты, а также платежные документы. Вычет ограничен 13% от 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно не более 15 600 рублей. О том, какую помощь в трудоустройстве сегодня можно получить в Нижегородской области, расскажут по телефону. В четверг, 27 августа, служба занятости региона проведет горячую линию «Партнер» по теме порядок предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поисках подходящей работы и работодателям в подборе необходимых работников. Звонки будут принимать по телефону 8 831 234 07 18 с 10 утра и до полудня. Родителям первоклашек предложили дать оплачиваемый выходной 1 сентября. По данным опроса Института прогрессивного образования, больше половины россиян намерены проводить ребенка в школу в первый раз. При этом подавляющее большинство будут брать отгул за свой счет. Часть родителей заявили, что не могут отпроситься с работой из-за ее специфики – отказа руководства или снижения дохода в период пандемии. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили соровчан, нужно ли сделать 1 сентября оплачиваемый выходным для родителей первоклассников. Большинство считает, что да. Думают, что нужно это сделать для родителей и всех школьников более 31%. Варианты «да, но без сохранения зарплаты и нет» набрали одинаковое количество голосов. Анна Никитина пришла в спорт в зрелом возрасте. Игрой в бадминтон ее увлек муж. И вот уже более семи лет она активно тренируется и участвует в соревнованиях различного уровня. Пять месяцев карантина и невозможности приходить в спортзал – дались непросто. Бадминтон для меня – это, можно сказать, большая, неотъемлемая часть жизни. То есть это все мое свободное время, мое хобби, мое увлечение. За легкостью, с которой спортсмены перекидывают валанчи к друг другу, на самом деле стоит большой труд. Несмотря на кажущуюся простоту, бадминтон – серьезный вид спорта. Чтобы добиться успехов, нужно учитывать множество факторов. Это совокупность и хорошей физической подготовки, и хорошей реакции, и скорости, внимания. То есть это много факторов. Если это командная игра, когда ты играешь с партнером в паре, очень важно взаимопонимание. Федерация бадминтона Сарова всегда рада новым участникам. Если у человека есть желание освоить игру даже на любительском уровне, опытные спортсмены всегда ему помогут. В пустом зале звуки ударов валанчика об ракетку раздаются особенно громко. Но это не пугает спортсменов, а наоборот, настраивает на игру. Скоро в спортзале будет не протолкнуться, а игроки будут ждать своей очереди, чтобы скрестить ракетки на площадке. Поиграть в бадминтон пока пришли только четверо. Многие еще в отпусках. Да и график тренировок еще не до конца готов. Руководство Федерации после длительного перерыва осторожно намечает дальнейший план действий. Об участии в соревнованиях тоже говорить рано. Бадминтон достаточно точный вид спорта. То есть, во-первых, необходимо по снаряду попадать в определенную точку, даже ракетки. И отправлять, соответственно, идеально это положить валанчик в линию. Сейчас об этом даже речи нет. Очень сильно упал уровень. Все станет понятнее, когда большинство спортсменов наверстают упущенное время и тренировки станут регулярными. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин